Война убивает людей, разрушает государство и уничтожает природу. Это дорога, соединяющая Армению с Ираном. Она единственная после того, как азербайджанские войска в конце лета 2021 года закрыли автотрассу Корис-Капан в районе села Борутан. Теперь в город Капан можно проехать только через село Татев, а старая дорога остается под контролем азербайджанцев. Привет! Я репортер, ставший невольно и документалистом последней армяно-азербайджанской войны. Я покажу вам, как Азербайджан уничтожает уникальный Шикаохский заповедник, строя на его месте военные базы. А пока мы едем, я расскажу, что, да и как. В 2020 году Азербайджан войной напал на армян. Вначале в Арцахе, а потом военные действия, несмотря на договоренность между главами Армении, Азербайджана и России, о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, перебросились на территорию Армении. И за последние три года азербайджанские войска все наступали и занимали новые территории Армении. Ну вот, мы уже почти доехали до города Горняков-Капан, а при подступе к нему мы видим аэропорт. И в нескольких метрах от него на высотах находятся азербайджано-турецкие военные позиции. Мы не заедем в город Капан, а свернем в сторону и направимся через село Джакатенс-Рашен-Шикаох к Неркинханду. Там до войны находился уникальный девственный лес Шикаохский заповедник. То есть это был природный резерват с особым режимом охраны, полностью исключаемым человеческую деятельность. К сожалению, этот путь, который мы с вами проезжаем, тоже альтернативная дорога тому, что было до войны. Это новые дороги, проложенные через старые проселочные, чтобы избежать встреч с азербайджанскими позициями. В старые же перекрытые там стоят люди в формах, предупреждая, что дальше нельзя, враги могут убить или взять в плен. А пока мы едем, я вглядываюсь и замечаю вырубки леса и фортификационные сооружения, которые поставила азербайджанская сторона, еще не поделив границу с Арменией или установив эдакий мир. Тот мир, о котором все время громогласят Алиев и Пашинян. Но на самом деле война все продолжается и не видно всему этому конца. С правой стороны внизу остался Капан, а мы продолжаем ехать и изучать новую дорогу к заповеднику. То там, то здесь мы видим флаги то Азербайджана, то Армении. Они стали указателями для путников, чтобы, не дай бог, не заблудиться. Ни по каким-то картам эти указатели здесь не могут быть абсолютными доказательствами границы Армении и Азербайджана, поскольку государственный заповедник Шикао был создан еще в 1958 году постановлением Совета министров Армянской ССР на базе Капанского лесхоза. То есть это по-любому суверенная территория Республики Армения. И по всем существующим советским картам, определяющим негосударственные границы СССР, административные деления между Арменией и Азербайджаном, Шикаохский заповедник – это Армения. Шикаох, кстати, был образован с целью сохранения, изучения и восстановления уникальной флоры и фауны, широколиственных лесов на северных склонах Мигринского хребта. Заповедник расположен на самом юге Армении и занимает территорию в 12,5 тысяч гектаров, из которых 64 гектара – это уникальный заказник – Платановая роща, где растет Платан Восточный, и которым по несколько сот и даже тысячи лет. Кстати, в эту рощу как-то пробралась семья президента Азербайджана. А потом в социальных сетях, выставив фотографии, где они обнимают вековые Платаны, заявили, что это якобы освобожденная Азербайджанская территория. А дальше Платановой рощей располагаются Шикаохское и Матнадзорское урочища, где на высоких тысячи-две тысячи двести метров над уровнем моря произрастают девственные вековые дубово-грабовые леса. Главным же объектом охраны в заповеднике являлись растительные и животные сообщества. Имелась тисовая роща, рощица буковосточного, разреженного дубовые леса, смешанные сообщества орешника, березы, рябины и можжевельника, а еще выше – субальпийские луга. Здесь произрастают редкие виды растений. Всего же в Красную книгу бывшего СССР было включено 18 видов, произрастающих здесь растений, а в Красную книгу Армении – около 80. Учет фауны заповедника пока не проводился. Из зарегистрированных в Красной книге Армении птиц встречаются Каспийская индюшка, бородач, черный гриф, белоголовый слип, из присмыкающихся – желтопузик, гюрза, уж, а из млекопитающих распространены барсук, бурый заяц, куница, лесная кошка, армянский муфлон, серна и, конечно, преднеазиатский леопард. Все это десятки лет охраняли как зеницу ока. Ну а теперь вот мы остановились прямо перед Матнадзорским урочищем и видим, что из 6000 гектаров территории этого девственного леса азербайджанские воены уничтожили почти половину. Смотрите, как все вырублено. Земля перерыта. Тут и там стоят военные посты. Это уже не заповедный лес, а военный полигон. А внизу находится та самая платановая роща, куда заходили, как в свои владения, алиевы. Получается, что за последние 2-3 года Азербайджан, не скрывая факта помощи Турции, зашла в клуб территории Армении, уничтожает уникальные леса. И сейчас мы видим наглядно, что агрессор вычеркивает с карты мира уникальные природные резерваты. А между тем, азербайджанские лжеэкологи вот уже 4 месяца заблокировали Лачинский гуманитарный коридор, который является единственной дорогой, соединяющей Армению с Арцахом. Там в роли экологов военные с плакатами о каком-то экоциде со стороны армян. Однако за эти 4 месяца агрессоры ни одного факта не смогли предъявить. Амираевое сообщество поняло новые милитаристические аппетиты Азербайджана в отношении армянских земель. Более того, Международный суд ООН в Гааге постановил, что Баку должен разблокировать движение по Лачинскому коридору. Но Азербайджан проигнорировал это требование, потому что не готов к миру, а наверняка готовится к новой войне. А иначе зачем был этот экоцид Шикаохского заповедника? Я не военный человек и не политик, но имею право показать и потребовать у мирового сообщества содействия, чтобы зафиксировать факт уничтожения Шикаохского заповедника Азербайджаном, осудить, заставить понести наказание и заплатить за колоссальный и безвозвратный урон природе Армении. Азербайджан Азербайджан Азербайджан